В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Итак, начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарные лежачие пальцы. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть, вот меня. Мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление пальца на П-отгибке. При ослаблении пальца на Г-отгибке. Ну, а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно 15 дней. В оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем пальцевое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. и будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 У нас с правой стороны будет еще то, что у нас кромка сверху 200 миллиметров. Это у нас будет 25 миллиметров отгибка. Она у нас будет скошенная, а снизу у нас будет... Так как у нас отмечено 50, мы... Даже у нас 25, 11, 10. Вот сейчас у нас появляется на экране шаблон бисектрисы, который тоже делается заранее. Как делать шаблон бисектрисы, подробно описано в предыдущих сериях. Делается он из плотной бумаги. Вот эта бисектриса, которую мы сейчас перенесем с бумаги на металл. Прикладываем. Нужно правильной стороной. Проверяем. Все, это у нас линия бисектрисы. Линия бисектриса, она же является линией гиба. Линией гиба, чик-бо, складки. То есть это линия гиба складки. Бисектриса это линия гиба. Прикладываем шаблон, прикладываем линейку, чтобы была четко эта линия проведена из нужной точки. Линейка специальная, это линейка для портных, она удобная. Рекомендую ее использовать при построении выкроек. Вот, перенесли мы линию бисектрисы успешно. Ну и, собственно говоря, у нас нижняя часть уже перенесена. Теперь нам нужно будет перенести верхнюю часть. Для этого мы откладываем 10 миллиметров нашей линейкой портновской, для портных. Почему? Потому что у нас будет гребень скошенный, вертикальный гребень у нас скошенный. Вот мы сейчас проводим эту линию 10 миллиметров. Все делаем по выкройке, что это для новичков сложно все это сразу в голове держать. Вот это классический, называемый, вот эту часть, которую мы заштриховали, мы ее потом будем подрезать. Будем подрезать. Ну и далее по этой линии, которую мы уже провели, мы можем продолжать далее проводить, согласно нашей выкройке. Ну, у нас также вот скошенный гребень, поэтому здесь у нас кромка будет тоже скошенная. Проводим также 9, 11, 9 и 11. То есть кромки у нас такие же, как и на большой отгибке 45 миллиметров. Просто когда мы проведем все эти линии, у нас получится та кромка, которая у нас 25 на 10 миллиметров меньше. То есть 25 минус 10, она у нас будет 15 миллиметров. Поэтому это кромка вертикальная, скошенная. Это классический Бюнднерфальц. Бюнднерфальц. Ну, по-немецки он не во всех областях так называется, поэтому некорректно называть его Бюнднерфальц, как рекомендуют. Лучше называть его Ломанный гребень. Ломанный гребень. Проводим линии параллельно то, что мы отложили 9 миллиметров, 11 миллиметров. То есть полностью переносим все линии, которые у нас на выкройке. и проверяем, постоянно проверяем. Для раскроя картин нам, собственно, нужен что, карандаш. Почему карандаш? Потому что мы можем, если что, его удалить. резинкой стереть линию. Ну и он так же не царапает металл, не... Можно, конечно, маркером, но маркер нужен тогда уже для не постоянный перманент, а на водной основе, который тоже можно потом удалить. На маркерах с тонким жалом очень мало, поэтому карандаш более точен. Поэтому я рекомендую карандаш использовать для разметки. вот мы сейчас выполнили полностью разметку правую сторону и мы сейчас подготавливаем к разметке левую сторону. Она у нас сейчас на металле будет сверху. То есть мы откладываем 50 миллиметров кромку при помощи специальной линейки. Вот она специальная, потому что здесь вот шаг есть 5 миллиметров и по нему удобно очень откладывать линии. И теперь мы то же самое делаем сверху. То есть в данном случае у нас справа мы откладываем все линии, которые у нас имеются на выкройке. Ну здесь еще тоже мы используем шаблон. шаблон бисектрисы, который мы уже использовали для того, чтобы нам перенести линию гиба, то есть бисектрису. Вот мы сейчас совмещаем, чтобы понятно было, что мы делаем. Сейчас мы проводим линию бисектрису, то есть бисектрису. Прикладываем наш шаблон и по нему уже будем проводить линия бисектрисы, она же линия гиба. То есть у нас так же как первый раз мы сейчас используем наш шаблон и линейку портного. Старная линейка удобная. Проверяем, чтобы у нас точно было по шаблону бисектрисы, совмещаем точку на пересечении и проводим линию это есть бисектриса. Бисектриса у нас линия гиба, складки, то есть когда мы будем делать складку, мы у нас две линии, линии бисектрицы и вторая линия у нас вот этот шаблон бисектрицы, мы его делаем заранее, как я уже говорил, для того, чтобы 25 миллиметров сейчас мы откладываем 25 миллиметров вот линии, которые мы провели заранее 50 миллиметров вкладываем линейку и проводим линию 25 миллиметров проводим линию 25 миллиметров постепенно переносим все размеры с выкройки потому что в голове это все сложно держать начинающему кровищу и переносим все с выкройки потому что в голове все это держать сложно вот мы сейчас провели все линии по большой кромке или большая отгибка 45 миллиметров потому что у нас еще будет сделан вализан оплом снизу поэтому вы видите язычок язычок это лангет то есть окончание гребня а-ля лангет горы б язычок не за olin м м м м м м м м Продолжение следует...